ну что весна здравствуйте все кто смотрит это видео меня зовут алиса большой привет моим новым подписчикам нас уже полторы тысячи ребята это невероятно это очень неожиданно и приятно большое всем спасибо за подписки за лайки за комментарии сегодня хочу записать видео о весенних ароматах с ноты пиона если вы сейчас находитесь в поиске аромата с ноты пиона на весну возможно это видео будет для вас полезным поэтому если вам интересно смотрите дальше и мы начинаем почему-то именно пион стал для меня олицетворением весны хотя пиона распускается уже ближе к лету это скорее аромат конца мая начала июня тем не менее для меня он более весенний чем все остальные не знаю почему первый раз я столкнулась с парфюмерным ароматом пиона в магазине и фраше давным-давно еще в 90-е годы у метро садовая петербурге и я пришла туда и увидела там красивейший кусок мыла и когда я понюхала его я подумала что есть рай на земле и есть райские запахи дело в том что на тот момент я носила аромат шанель номер пять а до этого у меня был сальвадор дали а до этого классический пуазон а мне было едва за 20 и тут нечто совершенно противоположное еще у них был аромат магнолия такой же нежный такой же воздушный то есть я даже не знала что на свете могут быть такие вот цветочные ароматы и для меня это было просто открытием и откровением и я так мечтала чтобы когда-нибудь мне подарили этот аромат с пионом на день рождения и видимо с тех самых пор я и пытаюсь найти свой идеальный пион начну я с ароматов дома тоуз надо говорить тоуз а не туз опозорилась на весь мир а ты хоть бы слово сказал хоть бы намекнул друг называется змей ты а не друг ладно ладно ну я пошутила об этом аромате я рассказывала по ролике о комплиментарных парфюмах и здесь официально заявлено нота пиона но вы меня убейте явнее в нем никакого пиона не чувствую я чувствую апельсиновый цвет гордыню немного жасмин но здесь заявлено нота пиона пришлось покопаться и выяснить что пион да не тот и он здесь желтый это не тот аромат который принято считать пиона вам это другое растение оно выглядит по-другому и она пахнет по-другому и о нем мы сегодня говорить не будем никакого пиона я здесь не чувствую как пионовый аромат аромат gold от тоуз я не рассматриваю зато у этого дома есть аромат который пионом очень даже прекрасно пахнет парфюм так и называется оду парфюм для меня это аромат розового пиона в том виде в каком я себе его представила это пион с оттенком зелени листьев стеблей аромат весеннего сада аромат авторства натали лорсен натали лорсен кудесница она может напоить кофе с карамелью весь мир сделав всю линейку black opium а может создать вот такой вот элегантный цветочный прохладный офисный парфюм здесь кроме пиона прежде всего чувствуется сладкие цитрусы мандарин и лимон какой-то не кислый здесь цитрусово-цветочный аромат здесь есть еще жасмин фрезия здесь есть лист черной смородины но очень элегантный я его носила в офис я его и носила в офис единственное что его надо совсем чуть-чуть потому что в нем много мускуса и он может не очень красиво раскрыться на вас особенно под конец рабочего дня он может даже немного придушить если нанести его неумеренно а так великолепный аромат на каждый день на весну может быть и на лето но не на жару тоус льду пафам розовый пион номер один еще один розовый пион это же авторство натали лорса это аромат от кейт moss кейт и ничего не фу что же раз знаменитость так значит сразу фу вот не фу аромат этот я обожаю я долго за ним гонялась вы бы знали какую цену за него сейчас ломит на ebay кстати из всех ароматов кейт moss это по-моему единственный приличный ну на мой вкус они похожи с предыдущим ароматом от тоус у них много общего во первых у них общий создатель во вторых у них общий нот розового пиона вот с зеленоватыми оттенками только в этом аромате вместо цитрусов ананас и он более игривый он более девичий я бы сказала не такой прохладный и официальный как тоус и в нем есть еще потрясающая перчинка в нем довольно большая порция розового перца он красивый он до того красивый в нем вместо смородиного листа лист фиалки поэтому некая пудровость тоже присутствует стойкость такая же точно как и у аромата тоус но в нем нет такого мускуса в базе поэтому аромат более насибелен и можно поливаться он не задушит в базе у него значит пачули мускус но вместо амбры белый кедр то есть такая легкая древесность есть в этом аромате несмотря на то что он выпущен гораздо раньше чем аромат тоус он более современен я бы не сказала что это аромат 2007 года что ему уже больше 10 лет он очень современный и на весну самое то если вдруг у вас он завалялся и вы незаслуженно забыли его достаньте посмотрите вспомните он стоит того это очень красивый аромат розового пиона с перчинкой и ананасом кейт москейт розовый пион номер 2 аромат 2015 года от оскар дала рента оскар флор о нем я уже рассказывала в видео о летних фаворитах но там я не совсем точно его описала там я назвала его ароматом сливочного пиона но сливочное это не совсем правильно это скорее не сливочность а кремовость кремовость несъедобная а кремовость как вот уходовый крем для тела питательный увлажняющий с неявной отдушкой но характерный как например крем не веет да вот вот это вот кремовость уходовая присутствует в этом аромате некая мыльность но мыльность не мыльная мыльность вот именно кремово Я не знаю, запутала я вас или нет. Плюс здесь есть ноты недозрелого манго зеленого, которое то появится, то исчезнет, но тем не менее она сохраняется на протяжении всего звучания этого аромата. Здесь есть смородиновый лист. По общему ощущению он кремовый, мыльный, озоновый, зелено-фруктовый. Аромат розового пиона, но не совсем розового, наверное, розово-белого, какого-то махрового, пушистого пиона, очень яркого, насыщенного и в то же время нежного и воздушного. Отличный аромат. С удовольствием носила его летом, с удовольствием буду носить его этой весной. И, кстати, в жаркую погоду он тоже вполне уместен. Оскар Флор от Оскар де Лоренто. Белорозовый пион махровый. Следующий аромат у меня в отливанте. И это был для меня такой сюрприз. Что же я делаю, зачем я снимаю? Это Пинхаллиганс пионив. Аромат очень непростой. Если предыдущие ароматы, но они при всей своей красоте, тонкости, элегантности, все равно, ну, это простые ароматы цветочные, без особых сюрпризов, без особых каких-то узнаваемых черт. Аромат от Пинхаллиганс пионив. Никогда не спутаешь ни с каким другим. У него очень сложное, поэтапное раскрытие. И каждый этап не похож на предыдущий. И на первый взгляд даже ни с чем, никак с ним не связан. Открывается этот аромат для меня зеленой древесной смолой. Какими-то бальзамическими даже нотами. Нотами горения. Что-то такое необычное. Совершенно непонятно, как это связано с пионом. Дальше этот аромат вдруг становится зеленым. Терпким. И очень сильно напоминает мне тюльпан. Сам по себе тюльпан. Он не имеет ярко выраженного цветочного аромата. Серединка цветка пахнет так же, как стебель, как лист тюльпана. Зелена и терпка. И вот этот аромат зеленого тюльпана я ощущаю в пионе от Пинхаллиганс. На какое-то время после этого зеленого тюльпана появляется пион. Настоящий. Настоящий белый пион. Красивее которого я не встречала. Но эта стадия пионовая длится так недолго. Буквально несколько минут. После которой аромат замыливается и становится больше похожим на шиповник. Ну или на садовую розу. Но это уже не пион. Это уже другое. Поэтому этот аромат старого английского сада я для себя не выбираю. Пока. Все-таки мне хочется от пионового аромата какой-то простоты и предсказуемости. А этот аромат непредсказуем. Он интересен, он красив. Возможно, если он назывался как-то по-другому. Вот не тот парфюм назвали Ля Тюлипом. Ей-богу. Тогда мое отношение, может быть, к нему было другое. Ну не знаю, может все еще изменится. Пинхаллиганс, пионив. Не пионовый пион для меня. А вот следующий нишевый аромат, который у меня не в отливанте, а в пробнике фирменном. От Аквадипарма, пионии Нобили. Который тоже вроде бы не пионовый совсем. Это некая фантазия и вариация очередная на тему пиона. Но он меня просто покорил. Вообще ароматы вот из этой серии Аквадипарма Нобили. Там есть у них еще, насколько я помню, Магнолия, Жасмин, Роза, Ирис и вот теперь пион. Они особенные. Это ароматы экстраверты. Они, в отличие от многих нишевых парфюмов, они не содержат в себе никаких подводных камней, никаких скрытых смыслов и никаких неприятных сюрпризов. Вот все, что в них заявлено, все вы чувствуете. Они открывают свою красоту вам сразу. И вы можете абсолютно спокойно надевать их и впервые в мир, и в добрые люди. И они будут на вас сидеть красиво. Ну как я считаю. Они будут сидеть красиво и ничего вам не подкинут под конец рабочего дня. Вот все, что в этом аромате заявлено, вот в пирамидке, все я и чувствую. Он начинается нотой спелой малины, посыпанной черным перцем. Это уже не розовый перец, вот этот вот мягкий такой. Это реальный черный душистый перец, от которого может даже запершить в носу или в горле. Мне сразу, знаете, что вспомнилось, когда я попробовала этот аромат. Я делаю салат по весне, в конце весны. Когда идет настоящая уже клубника, не тепличная, зимняя, пластиковая, а вот уже из Калифорнии привозят с плантаций настоящую клубнику, грунтовую. Она невероятно душистая. И я беру эту клубнику, режу ее. Беру свежую морковь, беру экономку, нарезаю морковь стружкой тонкой, длинной. Смешиваю с этой клубникой. Посыпаю зеленью. Щедро добавляю черный перец свежемолотый. Даже вот, наверное, знаете, крупного помола. Вот эту мельницу настраиваю я на единичку, чтобы были самые крупные такие частички черного перца, которые вот так классно хрустят. Все это сдабривается бальзамическим уксусом и каплей масла. Вкус непередаваемый. Сочетание клубники, черного перца и бальзамика – это что-то вот… Это такое одновременно и пикантное, и витаминное, и очень экзотичное, и невероятно вкусное. И когда вот этот аромат я почувствовала, думаю, боже мой, что же мне это напоминает? Мой салат любимый весенний. Только вместо клубники – малина. Здесь малина настолько натуральная, она настолько свежая и ароматная, что иной расскажется, что ну вот да, можно было бы дальше эту тему и не развивать, никаких пионов сюда не добавлять. Оставить вот эту перченую малину – и прекрасно. Тем не менее, в этом аромате отличный цветочный букет. Я чувствую ярче всего герань и розу. Он попадает в список моих желаний, и, скорее всего, когда я изведу всю ту красоту, которая у меня еще осталась, я куплю его. Но если не сам парфюм, то какое-то уходовое средство или крем, или, может быть, дезодорант. Очень он меня зацепил, очень он мне понравился. Красивый, красивый цветочный, цветочный-ягодный, специевый аромат на тему пиона. Ну, не пион. Ну и что? Аква Дипарма Пиония Нобели. Обожаю. И последние два красавца в моей коллекции. Собственно говоря, ради которых я и затеяла вот эту всю сравнялочку пионовую. Это два аромата от Стеллы Маккартни. Стелла Инту Пионий. Аромат 2006 года. И аромат 2017 года. Вышел он в самом конце, перед Рождеством. Стелла Пионий. Мне очень хотелось их сравнить. Но я не могла этого сделать, потому что у меня не было вот этого аромата. Точнее, он у меня был, но в пробнике. И пробник был пластиковый. И если пластиковому пробнику больше 10 лет, то, мне кажется, аромат в нем может испортиться. Ну, не то чтобы испортиться, но утерять часть своих достоинств. Поэтому я долго-долго искала хотя бы остатки во флаконе на ebay. Потому что аромат Стелла Инту Пионий снят с производства давным-давно. И цена за полный флакон в слюде на ebay сейчас доходит чуть не до 300 долларов. Я понимаю, что это безумие. Платить такие деньги за цветочный аромат. Кто-то говорит, что это аромат не пиона, но розы. Я так не считаю. Я здесь чувствую пион. Причем пион бордовый, который действительно ближе к розе. Но от розы его отделяет большой такой, большой широкий шаг. Сравнивала с обычной Стеллой, которая роза. Это совершенно разные ароматы. Абсолютно. Они вроде бы в одном ключе, вроде бы одно настроение. Но когда начинаешь их сравнивать, понимаешь, что это вообще разные ароматы. Я не могу назвать его вот химозным никак. Мне кажется, что это аромат натуральный. Что здесь есть какие-то ингредиенты, которые впоследствии просто были запрещены. Может быть, поэтому его и сняли с производства. Да, здесь есть роза. Но она не розовая. Это не розовый аромат. Это аромат пиона. Прежде всего. В нем есть также и перец. Он перченый. В нем есть кедр. В нем есть амбра и почули. Пирамидка простая. Но от этого аромат не становится простым. Он сложный. Он красиво раскрывается. Он долго играет. Он сидит на вас часов 8 минимум. Он остается на коже в виде мха, который не заявлен. Но я чувствую. Потому что вот этот дубовый мох, который присутствует во многих старых шипрах, его ни с чем не перепутаешь. Так что, если у вас есть вот это сокровище, я вам очень искренне завидую. Точнее, уже не завидую. У меня же уже он тоже есть. Вопрос в другом. Похож ли новый аромат пиона на вот этот старый? У нового аромата другой автор. Альберто Морилис. У него пирамидка почти такая же. Но когда я его поносила и стала сравнивать со старым пионом, я представила себе такую картину, что вот пригласили господина Альберто Морилиса в офис к Стелле и сказали, «Слышь, милый человек, вот тебе образец. Сделай нам что-нибудь такое же точно, но только из других ингредиентов, из незапрещенных». Поэтому они, в принципе, идентичны по шлейфу, по настроению, по звучанию вот этого ароматного облака. Но когда ты начинаешь их сравнивать более дотошно, ты понимаешь, что эти ароматы разные. Но это знаете как? С одной стороны, это вот как покупать, не знаю, там, два цветных телевизора. Вот вы их рядом поставили, там, как у Samsung и Sharp. Ага, у этого контрастность вроде не та, а у этого вроде цвета не те. Не знаю, какой лучше. Вы видите, в чём разница, когда они стоят рядом. Но если вы покупаете эти телевизоры и ставите их в разных комнатах, вы разницу уже не ощущаете. Тем более, что если показывают они одно и то же. Так же и с этими ароматами. Или если взять более высокие материи и сравнивать это дело с музыкой. Это, знаете, как одна и та же мелодия с аккомпанементом, сыгранным на разных музыкальных инструментах. Если аромат стелла into peony, это скорее портепианные аккорды, то аромат стелла, peony, это скорее гитарный перебор. Вот так. Это что-то более мягкое, хрустальное, интимное. Это более яркое, энергичное. Но мелодия одна. И в этом суть, если в аромате стелла into peony, кроме peony, яркая роза, она есть. То в аромате марилиса вместо розы герань и фрезия. Это немного другой цветочный оттенок. Но опять же, это вот если сравнивать вот так и так. Сейчас даже вот прям нанесу вот сразу. Сейчас выветривается. Ну вот, аромат он сразу начинает пахнуть. Они оба не пахнут спиртом. Они сразу начинают раскрываться. Аромат все-таки 11 лет он настоялся. Этому аромату всего лишь несколько месяцев. Поэтому я думаю, самое красивое у меня еще что-то впереди. Отличный выбор на весну. Я сделала... Я его уже, смотрите, сколько относила. Я сделала себе отливант. Отливант износила. Еще теперь вот этот ношу. Он мне не надоедает. Он совершенно не химозный. Хотя, конечно же, они все химозные. Этот в большей степени, чем вот этот. Но, тем не менее, звучание у него красивое, дорогое, элегантное. Надеюсь, я ничего не упустила. Стелла молодец. Была молодец. И до сих пор молодец. Ну вот, рассказала вам о своих пионовых ароматах на весну. Поздравляю всех с наступлением весны. Наконец-то, наконец-то она пришла. Надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. С неослабевающим интересом. Потому что, ну, видео получилось длиннее, чем я планировала. Ну, и флаконов-то было много. Так что ставьте пальцы, если вам видео понравилось. Так, ставьте так, если не понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И до следующего видео. Пока. Подписывайтесь на мой канал.